Всем привет! Я Елена Руденко. Это видео об одном из самых популярных талисманов Манекенека. Кот, который приносит удачу. Если вы еще не подписаны на мой YouTube канал Ангел 50 на 50 демон, то обязательно подпишитесь. Некоторые мои видео доступны только моим подписчикам. Вы когда-нибудь обращали внимание на фигурки котов, которые можно увидеть в азиатских ресторанах? А еще в Азии их можно найти в магазинах, домах и сувенирных лавочках. Манекенека – символ удачи и процветания. Чаще всего такого кота изображают с поднятой вверх лапой. Впервые коты Манекенека появились в Японию в период 17 по 19 век. Легенда гласит, что один знатный человек спрятался от дождя под деревом. По близости от этого места располагался храм. Спустя некоторое время человек заметил кошку. Животное как будто звало его за собой в храм. Мужчина пошел за кошкой и укрылся от дождя в храме. Как только он зашел в здание, в дерево, под которым он прятался, ударила молния. Человек увидел в этом знак и стал благотворителем этого храма. А в честь кота, который спас ему жизнь, была установлена статуя. Лучшее расположение Манекенека – северо-восток при входе. Располагать ее надо на красной подушечке и подносике, куда вы будете складывать монетки как символическую плату. У каждой Манекенека есть свое значение. Каждый человек может выбрать по себе или по своей стихии нужную кошечку. Кот-колдун приманивает удачу всеми возможными способами. Голова куклы Бодхитхармы считается символом удачи. Золотые монетки – знак удачи и успеха. Рыба – силу, смелость, превосходство. Также является символом счастья и счастливой фортуны. Окружен белыми и черными котами, защищающих от зла и символизирующих чистоту и позитив. Магический денежный молоточек – символ счастья. Левая лапка с фонариком приглашает гостей. Золотой кот увеличивает богатство и процветание. Все символы направлены на повышение успеха и стабильности в бизнесе и работе. Дает рост денежного оборота, расширяет сферы бизнеса, увеличивает объем продаж и приток клиентов. Талисман защищает от поспешных и невыгодных решений. Сохраняет денежную удачу, защищает от завистников. Денежный кот приманивает удачу и благополучие, успех в деньгах и финансовой сфере. Поможет не только приобрести новое богатство, но и разобраться со старыми долгами, избежать банкротства и нищеты. Оказывает помощь в привлечении денежных средств из всех возможных источников, повышая этим самым ваше благосостояние. Золотой горшочек с монетками считается символом богатства и хорошей легкой жизни. Кот, поднимающий обе лапки, защищает дом, семью и бизнес. Богатство и счастье могут прийти вместе. Символизирует везение, плодовитость и силу характера. Заманивает достаток, притекающий в дом извне. Минимизирует отрицательные последствия от отрицательных обстоятельств. Защитный талисман для дома от воров. Пятнистый кот – самый удачливый кот из всех. Благодаря специальной энергии, обладает способностью притягивать к своему хозяину удачу. Благодаря ему будут сбываться все планы и мечты. Все символы направлены на привлечение удачи и везения. Королевский кот приносит удачи на управляющих и руководящих направлениях. Левая лапка приглашает посетителей и гостей. Магический денежный молоточек – символ счастья и удачи. Шарфик вокруг шеи для счастливого процветания. Кот-воин передает положительные эмоции и настраивает на успех и победу. Защищает своего владельца от всех случаев опасности и нападений. Спектр защитных свойств велик, начиная от защиты энергетического плана, то есть от защиты от магических и психических воздействий, до защиты физического плана, от нападения и физического насилия. Множество котиков усиливают воздействие основного кота. Желтый кот вносит согласие между супругами, устраняет зависть и враждебность. Исцеляет от бесплодия, укрепляет брак, усиливая чувства в период застоя. Также защищает в путешествиях, привлекает новые знакомства, помогает в дружбе и любви. Белый кот, чистота духа, сознания, разума и сердца, символизирует главное условие для развития духа сознания. Помогает добиться гармоничного восприятия окружающего мира, сохранить внутренний баланс и спокойствие. Укрепляет постоянство, способствует чистоте помыслов и придает бодрость владельцу. Розовая кошка буквально преображает своего обладателя, рассеивая одиночество и пустоту, делая его привлекательным для окружающих. Устраняет робость, неуверенность, хандру и апатию, укрепляет канал любви, делая его более привлекательным для противоположного пола. Помогает в области сексуальных взаимоотношений, делая человека привлекательным для противоположного пола. От человека буквально исходят волны сексуальной привлекательности и притяжения, обостря остроту ощущений и сексуальных отношений. Даже существующие отношения, находящиеся на стадии стагнации или увядания, ощущаются по новой. Зеленый код поможет в обучении, постижении мудрости, учебе и приобретении жизненно важных навыков. Подходит людям творческого направления. Он укрепляет память, помогает усвоить информацию, помогает найти разгадки самых сложных задач. Черный код защищает от зла и преследователей. Внушает страх злым силам, робость врагам и отводит глаза завистникам. Дает помощь и поддержку в сложных ситуациях, создает защитный купол, способен предотвратить опасность, независимо от источника этой угрозы. Левая лапка приглашает добрых духов. Овальная монета – знак удачи и успеха, фартук защита от трудностей. Голубой код – символ чистоты, целомудрия и нравственности. Духовно развивает и приманивает истинное спокойствие. Помогает не зависеть от своих страстей, надежно защищает от внешнего зла. Помогает справиться с вредными привычками. Наделяет мудростью, гармонией и спокойствием. Монета для мощной концентрации всех сил духа. Красный кот отгоняет злых духов и защищает от болезней. Правая лапка – приманивание положительной энергии для восстановления сил. Монета и фартук – крепкое здоровье, высокий жизненный тонус, не спадающая жизненная активность. Монеки Нека могут быть как с открытыми, так и с закрытыми глазами. Закрытые глаза символизируют получение вожделенных благ в ближайшем будущем, а открытые глаза в далеком. Подвеска колокольчик в виде кота Монеки имеет на язычке подвеску в виде бумажной полоски с благоприятным иероглифом. Колокольчик Монеки можно подвесить или поставить в виде статуэтки. Достаточно позвонить в колокольчик и произнести просьбу о помощи или закадать желание, которое обязательно исполнится. Можно владеть талисманом Монеки Нека в виде тату. В отличие от многих других татуировок, тату Монеки Нека подходит абсолютно всем, и ее можно наносить на абсолютно любую часть тела. В Японии ежегодно 29 сентября в честь кошки с поднятой лапой во всей стране устраивают грандиозные праздники. День Монеки Нека выбран не случайно. На японском языке иероглиф – графическое изображение от цифры, означает «Приди, удача». Доброжелательный код, выставленный в витрине магазина, заманит покупателей и обеспечит хорошую прибыль. Фигурка, установленная на рабочем столе, приносит финансовое благополучие и поддерживает бизнес своего хозяина. Пара котов отгоняет одиночество, обеспечивает семейное счастье, символизирует процветание. Как ухаживать за Монеки Нека? Чистоплотное домашнее животное требует от своего хозяина ласки и хорошего ухода. В зависимости от материала, из которого изготовлена фигурка, подбирают моющее средство или мягкую ткань. Талисман периодически очищают от грязи и не забывают погладить персонального помощника, как настоящую кошку. Не роняйте статуэтку на пол и не прячьте в ящик. Правильный способ избавиться от Монеки Нека. Любой магический предмет, созданный во благо человека, требует уважительного отношения. В Японии в честь отработавшего талисмана проводят церемонию утилизации в храмах или на специальных кошачьих кладбищах. Эти места считаются хранителями энергии духов животных. Для европейцев я рекомендую использовать традиционный ритуал за хранение оберега. Статуэтку нужно завернуть в чистую ткань, мешочек вместе с крупной солью и закопать под деревом в уединенном месте. Поблагодарите Монящую Кошку за оказанную помощь. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, если нет, дизлайки. Если у вас есть вопросы, пишите их в комментариях. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok